Всем привет! Сегодня наконец-то снимаю ром-тур нашей квартиры. У нас трехкомнатная квартира, живем в городе Сеул. Квартиру мы снимаем. Сейчас я вам ее покажу. Мы сейчас с вами находимся в подъезде. Наша квартира находится прямо на первом этаже. Давайте зайдем и посмотрим, что же внутри. В Корее они пользуются ключами. На всех дверях такие вот кодовые замки. Вводите пароль, опускаете крышку и дверь открывается. Также у нас есть термофон. Первое, куда мы с вами попадаем, это наше прихожая. И сразу, что вы здесь видите, это такой огромный шкаф для обуви. Здесь моя полка с обувью, а здесь полки мужа. Все наши обуви здесь помещаются. И даже есть пустые полочки. Здесь вот детская обувь, а это дверь с жилой зоной. Здесь у нас сразу идет гостиная, диван, телевизор. Гостинка у нас в принципе небольшая, но она совмещена вместе с кухней. Разделяется вот таким вот столом, столешницей, барной стойкой, не знаю даже, как ее назвать. Здесь у нас штучка для стерилизации бутылочек. Это очиститель воды, кулер. Здесь у нас микроволновка-духовка. И вот тут вот вино, которое нам подарили на новоселье. Вот эту вот штучку. Я считала ее громоздкой. В принципе, она по размерам не уменьшилась. Но зато очень здорово сортировать посуду. Вот такая вот большая сушка. Я к ней уже привыкла. Хотя первое время она мне не нравилась. Вот такие вот у нас шкафы. Внутри посуда. Детский стульчик. Давайте зайдем внутрь. У нас такая вот перегородка, чтобы Эль не заходил внутрь. Хотя он уже умеет это двигать и заходить. Здесь у нас прессоварка. Разные витаминчики. Всякие закуски. Здесь у нас рис, кем. В общем, всякие такие штучки. А вот здесь вот. Мне нравится, как я здесь все организовала. Здесь у нее разные масла, соусы. Ну и здесь вы уже видели. Давайте с вами откроем. Посмотрим, что внутри. У нас много посуды. Почему? Потому что мы устраивали новоселье и закупились. Что хватило на 12 человек. Здесь хранятся разные контейнеры. И когда вот открываешь эту дверцу, она соприкасается со светильником. Что не очень удобно. Ну и здесь я открывать не буду. Там тоже разная посуда. Это цветочек, который, к сожалению, у меня почти умер. Но я пытаюсь его реанимировать. Если у вас есть какие-то советы, оставляйте в комментариях, как реанимировать вот такой вот цветок. Мойка у нас очень такая большая. Вот эта желтая, это пакет для выброса пищевых отходов. Вот эта вот сушка вблизи. В принципе, хоть она мне не нравится здесь, но она очень удобная. Наша газовая плита. Вытяжка находится. Вот здесь вот тоже удобно есть шкафы. Здесь кастрюли, сковородки. Вот здесь вот хранятся ножи. В общем, места для хранения очень много. Хотя кухня по себе сама небольшая. Здесь у нас находятся две комнаты. Это наши спальни. Давайте сначала затем сюда. Первое, что мы видим, когда заходят не в спальню, это наш матрас. Спим мы именно на нем. Но в будущем хотим приобрести кровать к нему. Все потому, что Эль сползает отлично с матраса, а с кровати высокая он мог бы падать. Поэтому ради его безопасности пока что мы спим на матрасе. Вот это вот часть комнаты, моя самая любимая. Это туалетный столик, который я выбирала очень долго. Здесь вот зеркало такое необычное. Это зеркало я заказывала дополнительно. Здесь, Анатолий, этом столике у нас наши семейные фотографии. Уходовые разные средства. А вот здесь вот коллекция ели. Вот его колечки золотые и браслет. Корейцы на первый котик обычно дарят именно кольца золотые. Это как инвестиция в будущее ребенка. Когда ребенок вырастет, может продать и будет богатым. Даже у меня столько колец нет. Тем более золотых. Здесь у нас цветочки. Они не настоящие, но выглядят очень реалистично. И здесь у нас разные полочки. И здесь у нас всякие штучки. Это все мое. И здесь вот все тоже мое. Здесь, в принципе, этот весь туалетный столик, он для меня. Но пока что здесь мало что есть. Есть пустые полки. Но я обязательно найду им применение. Пока что вот так вот. Другая часть комнаты это шкаф. Шкаф мы покупали в Икеа. Мне он очень нравится. Это сторона мужа. Это моя сторона. А вот здесь вот эти штучки. Разные коробки. Мне не нравится, как это все выглядит. Но пока нам некуда это убрать. Поэтому как-то вот так вот. Идем дальше. Корейские квартиры, они считаются... Это считается трехкомнатная квартира. Но если считать по-нашему, то четырехкомнатная вместе с гостиной. Потому что гостиная обычно в России считается как отдельная комната. Идем с вами сюда. Это осталось от предыдущих жильцов. Мы пока это не убрали. Это наша бесхозная комната, которую я хочу превратить в свой кабинет. Здесь у нас холодильник, который я хочу убрать. Но на кухне он не помещается. Из нашего длинного стола. На нем здесь тоже коробки. Аптечка. Я люблю собирать магнетики. Пока что у меня их мало. Но это изменится. Фотографию мы делали в Москве. Холодильники. Покажу вам, что и в холодильнике творится. Очень много всего. Но в принципе я довольна своим холодильником. У меня тут все так расставлено по полочкам, можно сказать. И морозилка тоже полная. Но в морозилке нужно еще поколдовать над организацией. А здесь у нас вешалка. Далее здесь будет шкаф стоять. Потому что мне не нравится, как для одежды видно. Хочется, чтобы она была за закрытыми дверьми. Это часть комнаты. Мы перевезли эту штучку из прошлой нашей квартиры. Просто здесь вот наши фотографии. Это, кстати, Кирюшка. УЗИ Кирюшки. Это УЗИ Элька. У нас на УЗИ. Это тоже Кирюшка. Мои духи. У мужа только вот один одеколон. Здесь у нас чистые полотенца. А эта зона, это у нас веранда. С сушилкой и стиралкой. Все стоит друг на друге. Не падает. И в Корее в квартирах обычно так и стоит. Вот стиралка снизу, сушилка сверху. Здесь вот тоже такая же полочка, как и на кухне. Для порошков разных гелей. Здесь мы перебираем мусор. Это еще с новоселья осталось. Мы покупали очень много алкоголя. И до сих пор у нас тут ящики соджу. Мы соджу с мужем не пьем. А здесь у нас, получается, всякие закуски. Тоже покупали для новоселья, но до сих пор не съели. А вот здесь у нас просто стыдно даже показывать. Но здесь просто нарния. Я тоже хочу это место организовать так, чтобы все было не так завалено. А вот здесь вот, это наша туалетная бумага. На новоселье нам потеряли очень много туалетной бумаги. Нам ее хватит на годы, годы вперед. Контракт на эту квартиру у нас заключено на два года. Но мы планируем жить чуть дольше. Пока уже не приедем по Папаты. Многоэтажные дома. В принципе, квартира мне безумно нравится. Мы здесь делали ремонт, мы поменяли пол. Здесь раньше был ужасный деревянный пол. Ламинат. Такой теного цвета. Обои также поменяли. Обои были все в пятнах желтых. И мы поклеили. На ремонт у нас ушло около двух тысяч долларов. Здесь вот такая вот штучка стоит для ключей. Ее нам подарили на новоселье. Очень нравится. Такая прикольная. А вот здесь, кстати, я вам не показала. Наш туалет. Он очень страшный. Я хотела его переделать, но хозяйка не дала добро на то, чтобы я поменяла плитку, хотела поменять раковину и поменять унитаз. Мне жутко не нравится эта желтая раковина. Ей лет 20, не меньше. И этот унитаз, он не белого цвета, он такой желтый. Из-за вот этой вот штучки, кстати, пришлось снять крышку от унитаза. Потому что крышка не открывалась до конца. Здесь ванночка Эля. Здесь у нас мой Дайсон. Полотенце для ног. Вонючка. Дисфузор. Эту полочку мы, кстати, сами покупали. До этого здесь была пластмассовая полка. Вся в плесени, мы ее сразу выкинули. Вот здесь вот у нас наши зубные щетки. Они стерилизуются, кстати, вот этим вот светом. Сейчас пока что не видно, но в темноте видно синий свет. Зеркало тоже не ахти. Но, в принципе, мы эту дверь постоянно закрываем. Ванно не видно. Поэтому, ну как бы, я уже свыклась с мыслью того, что мы не могли убедить хозяйку сделать здесь ремонт. Поэтому как-то вот так. В Корее, кстати, нет ванн. Здесь у нас только дырка в полу, как вы видите. И душ. Вот здесь вот мы и купаемся. Нет никакой перегородки. Такие перегородки обычно бывают в новых квартирах, в опатах. И также бывают там ванны. Ванны там очень маленькие. Мы живем в вилле. Это малоквартирное жилое здание, где мало этажей. Обычно до пяти. У нас здание всего три этажа. И на каждом этаже всего по одной квартире. Так что у нас нет соседей сбоку. Это огромный плюс. Обычно в виллах по несколько квартир. Обычно это бывают три-четыре квартиры. И эти квартиры по площади очень маленькие. В основном это либо однокомнатные квартиры, либо двухкомнатные квартиры. Но сейчас новые виллы строят и двухкомнатные, и трехкомнатные. И по размеру они все равно небольшие. У нас квартира размером 63 квадратных метра. Это 19 пион. Нам она безумно нравится. Мы нашли квартиру. Я ее нашла. Это моя заслуга. Потому что я ходила по риэлторским агентствам, искала нам квартиру. И сразу отправила мужу видео этой квартиры. И он сказал, бери, заключай контракт. И на следующий день мы заключили контракт на эту квартиру. Залог за нашу квартиру составляет всего 10 миллионов вон. Для квартиры в Сиоле трехкомнатной. Таких размеров это очень-очень мало. Мои знакомые всегда удивляются, когда узнают, сколько мы заплатили за залог. Особенно те, кто живет не в Сиуле и платит намного больше. Ежемесячно мы платим 750 тысяч вон за квартиру и за парковочное место. А также ежемесячно мы платим за коммунальные услуги около 300 тысяч вон. То есть у нас уходит миллион-миллион сто за квартиру с коммунальными услугами в месяц. Для Сиула, для такой квартиры, опять же повторюсь, это довольно низкая цена. Так как обычно квартиры в Корее, начиная с залогов, они начинаются от 1000 долларов, за маленькую однокомнатную квартиру, там 14-15 квадратных метров. А за трехкомнатную квартиру в нашем районе, в апатах, в многоэтажках, нужно заплатить вообще от 500-600 тысяч долларов только за залоги, ежемесячно еще при этом платить от 1500 долларов. Как вы поняли, в Корее залоги и вообще квартиры очень-очень дорогие. И это только для того, чтобы снимать их. Пишите в комментариях, как вам понравилась наша квартира или нет, что вы хотели добавить или изменить, так как у меня еще в планах изменить нашу бесхозную комнату, сделать ее игровой комнатой мужа-своим кабинетом. И пишите в комментариях также, о чем снять следующее видео. У меня есть несколько идей, и хочу посмотреть, какие идеи есть у вас, запросы. Я обязательно сниму на них видео. Увидимся с вами в следующем видео. Сколько раз я сказала за это видео слово «видео». Увидимся с вами. Всем пока.